Счастливы ли вы? И почти никогда о каком-то особенном счастье мужском. От чего же зависит наше внутреннее ощущение счастья? Что делает нас счастливыми? Об этом мы будем говорить сегодня с нашей гостью, но прежде мы узнаем мнение хабаровчан, которых мы попросили ответить на эти вопросы на улицах нашего города. Женское счастье – это хорошая поддержка и опора рядом с собой. И, может быть, коробка шоколадных конфет. А цветочки? Обязательно цветы, да. Ну, это, наверное, когда есть рядом любимый человек, который тебя всегда поддержит, то есть выслушает, ну и даст какой-то отдельный совет. Я считаю, что в любви мужчины к женщине и всё, и будет счастье. Любовь, конечно, любовь, отпуск и муж рядом. Семья была, чтобы благополучная, чтобы не было проблем, чтобы всё было хорошо, чтобы дети были счастливы, внуки, чтобы всем не болели в первую очередь. Женщине для полного счастья нужно, чтобы доступными были театр, кино, концерты. Стабильный заработок, в принципе. Для меня счастье – это мама и папа и семья. Меня делает счастливая моя учёба. Семья в приоритете, близкие люди, друзья. А в заботе мужчин? Здесь семейный очаг, наверное. Подарок, как в сюрпризах. Косметика, одежда. Что ещё любят женщины? Ухаживать за собой, следить за собой. Любить себя, чтобы быть уверенной в себе, не закомплексованной. Тогда ты будешь счастливым. У нас в студии Лена Панченко, главный психотерапевт Хабаровского края, кандидат медицинских наук Лена Александровна. Здравствуйте. Вот как бы сейчас было бы здорово получить готовый рецепт счастья, как рецепт пирога или как рецепт борща, применить его и быть счастливым всегда и во всём. Ну, конечно же, это невозможно. Александр, ну вот скажите, пожалуйста, вот с вопросом о счастье часто ли обращаются к вам ваши клиенты, которые приходят к вам как к психотерапевту? Наташа, ну, я врач, поэтому с вопросами о счастье ко мне вовсе не обращаются. Ко мне обращаются, наоборот, тогда, когда понимают, что глубоко несчастлива, либо что-то разрушено. И если комментировать вот каждый этот ответ, то в каждом есть нюансы, которые у меня, как врача-психотерапевта, и самый здоровый ответ – это у ребёнка. Мама, папа, семья. Потому что этот ответ соответствует и его возрасту, и её социальному статусу. Она ребёнок. Всё остальное – завуалированные проблемы. Если женщина говорит, что ей в первую очередь счастливая пора в том, что она на кого-то опирается, но опираемся мы в основном на папу и на наставника, на мужа вовсе не обязательно опираться, хотя, конечно, хотелось бы. То есть я как врач-психотерапевт хорошо знаю, что в каждой поре возрастной, в каждой ситуации бытовой или социальной есть другой ассортимент, что такое счастье. И однозначного ответа – ну, нет и не было никогда. Да, вы достаточно образованный человек, много читаете, и вы ни разу не встретили определение, что такое счастье. Да и мне кажется, что, наверное, быть счастливым всегда и постоянно – это тоже невозможно. Более того, это порочно, это разрушает, когда ты постоянно стремишься к комфорту. И последние лет, наверное, 5-7 такая тенденция в нашей науке. Мы занимаемся с нашими клиентами тем, что научаем, что дискомфорт – это нормально для того, чтобы когда-то наступал комфорт, и те самые минуты счастья, к которым мы стремимся. Ну и тогда, да, на 8 марта косметика хорошая. Может быть, той минуткой счастья, когда ты понимаешь, что ты можешь сделать себя чуть краше, чуть эффектнее. На самом деле, если в этой возрастной группе, в которой я сейчас нахожусь, я понимаю, что счастье – это прежде всего отношения, которые приносят радость. И радость – это не обязательно, когда мы прыгаем до потолка и разливаемся смехом. Это вот те ощущения, которые дают умиротворение, чувство гармонии, комфорта. Но еще раз повторяю, что в каждом возрасте это есть свои приоритеты. И очень часто приходят женщины, а, к сожалению, я прям потрясена, у нас большое очень количество клиентов, у нас фактически до конца апреля уже расписан прием, хотя у нас сейчас 6 человек, на небольшой территории его ведут. И приходят мужчины, которые говорят, слушайте, мы столько отдаем своим женщинам, но не получаем ничего взамен. То есть потребительская позиция в том, что мы хотим так долго, так часто и так интенсивно быть в счастье, она вообще-то разрешает наши отношения. И вот почему очень разрушился институт семьи как таковой, очень разрушились понимания, что такое любовь. Там несколько женщин говорят любовь. Я тогда хочу спросить, а что такое любовь? Это прежде всего не тогда, когда тебя любят, а тогда, когда ты безусловно отдаешь и не считаешь, сколько ты вернул. Вот на психотерапевтическом приеме я вижу, что это все реже и реже. Поэтому у меня такое подозрение накануне праздника, что на самом деле мы перестали понимать, что такое истинное счастье в силу своей женской или мужской природы. Ну вот, кстати, вот о женской и мужской природе, простите, чуть-чуть вас, да, так перебила, но вот я и хотела спросить, а вот есть ли разница между женским счастьем и мужским? Или все дело в той песенке, да, «Был бы милый рядом», но на самом деле... Вот именно, что женщине хочется, чтобы был милый рядом, при этом он чтобы обеспечивал, помогал по дому, водил в театры, возил на машине. Уже много претензий в этом слышатся, да? Это ужасное количество претензий, которые мужчина, подчеркиваю, не должен. В 21 веке это мужчина не должен, потому что социальные приоритеты сместились и все по-другому. И институт материнства изменился. С одной стороны, мы видим, что очень много появилось семей, где трое деток и даже четверо. А с другой стороны, и можно, наверное, дискутировать, огромное количество молодых женщин, которые вообще от материнства отказываются, либо его отодвигают на тот период, в котором априори не может родиться здоровый гармоничный ребенок. Потому что чем старше мама, тем меньше у нее ресурсов физического здоровья выносить хорошую беременность. Поэтому в этом смысле вот эта женская сущность, я очень часто говорю женщинам, что где же ваша любовь к мужчине? И вообще, а еще более трагичная ситуация на моих премах. Мы сейчас смотрим очень много деток. Бывают дни, когда мы смотрим 8, 10, 120 детей. Это дети старшего школьного возраста. Это 14, 15, 16 лет. Некоторые даже уже 17-летние. И я им задаю вопрос, какие у тебя планы дальше? И ты вот счастлива в своей семье? И чаще девочки, чем мальчики, мне задают встречный вопрос. А что такое счастье? Я не знаю. Меня это удивляет крайне, потому что наоборот, 14-17 лет, это пора мечтаний, каких-то выдумок. Да, они почти всегда разрушатся. Это те облака, которые развеют ветер. Они помогают нам, как паруса. Ну, конечно. И вот эти девочки недоуменно смотрят на меня и говорят, что такое счастье. Или вот, допустим, отношения, которые 2-3 года, так называемые эти гражданские браки. Я говорю, ты любишь своего мальчика? Она смотрит на меня недоуменно, ничего не произносит, но пожимает плечами. Она не готова разговаривать о чувствах и об отношениях. Но меня это очень заботит. То есть это значит, и мамы, которые воспитали этих девочек, они с трудом понимают миссию женщины и что такое женское счастье. Наверное, как-то рассосался вот этот вот такой клубочек, такой кокон, когда мы говорили, материнство. Я не знаю, как вы, я, например, в определенном периоде жизни мечтала только о ребенке. Меня все остальное в мире абсолютно не интересовало. Потом я мечтала еще о других вещах. Сейчас я вообще приблизилась, ну, я уже почти в два раза старше своего любимого Пушкина. Покой. Действительно, вот это вот... На свете счастья нет, а есть покой и воля его слова. Да, да, покой и воля. И покой не тот. Вот одна из наших респондентов говорит, что какое-то там слово, которое синоним стабильности. Это я, значит, хочу состариться и сидеть на одном месте. 21 век не предполагает стабильности, ну, как минимум, еще лет 20. Вы видите, что творится и в мире, и в обществе. Меняется все каждый день, каждый час. Да, то есть стабильности и в семье в том числе абсолютно невозможно, потому что информационное поле, информационный ритм, который вокруг нас, он не предполагает стабильности даже до сегодняшнего вечера. Елена Александровна, вот тогда все-таки вот на что же вот в этой нестабильности, в этой, ну, неопределенности, которая вот, безусловно, в фоне она существует, она есть в нашей реальности, на что же здесь можно опереться? И, коль уж мы говорим о счастье, может быть, вот как-то себя об этом спросить или о чем-то задуматься? Вот что могло бы нас вот здесь где-то, наверное, открыть и чуть-чуть продвинуть? Я думаю, что только о качестве отношений. И мне очень понравилось недавно интервью с Юлией Барановской, которая идеальный ремонт сделал в гостиную, и она говорит, что у них есть теперь традиция в семье, у нее трое деток, как известно, что они в эту гостиную заходят без гаджетов, они просто общаются, у них настольные игры. И я думаю, что независимо от того, какого уровня достатка мы и какого мы социального уровня, у нас в каждой семье должна быть традиция общения без гаджетов, когда мы в глаза в глаза глядячи друг к другу, занимаемся, уделяем внимание отношениям, потому что процесс воспитания, самовоспитания, без качественных отношений глаза в глаза и без теплоты в семье, без обнимашек, без целовашек, без совместного, тем более сейчас масленичная неделя, без совместного чаепития, невозможно ощущение счастья, любви и того самого покоя, не который на диване, и ты меня не трогай, а который внутренний комфорт и стабильность, вот ту самую опору. Ну да, как будто бы, когда есть покой, уже как-то и воля как-то здесь немножечко открывается. Конечно, это синтезируется. Покой и воля, я к Пушкину. Это то состояние, откуда берется воля. Я действую, я сохраняю свою семью. А отношения — это всегда работа. И когда я говорю, что вот вы пришли на один раз, вот сейчас очень много у нас иногородних. Вы говорите о своих клиентах. О своих клиентах, да. И я все время спрашиваю, вот вы приехали на один раз, достаточно далеко приехали. У нас даже сейчас есть несколько клиентов, средняя полоса России, они приезжают к родственникам и идут к нам, психотерапевтам, потому что очень мало где есть психотерапевтические службы. И я говорю, а что вот вы хотите за один раз? Это невозможно. Это работа минимум 6, 8, 10 встреч и минимум год. Отношения — это работа. И счастье — это тоже работа. Нюна Санна, вот прям много у меня еще есть вопросов. И так хочется воспользоваться этой возможностью, да, еще раз посмотреть на эту тему. Ну, какая хорошая точка, да, что счастье — это и отношения, и во многом отношения. Отношения и счастье — это работа. И вот мне хотелось бы, чтобы вот на этой ноте мы сегодня завершили наш разговор. Спасибо вам большое. В студии у нас была Ирина Панченко, главный психотерапевт Хабаровского края, кандидат медицинских наук. Мы говорили о счастье.